Это уже четвертая серия невеселой саратовской трамвайной троллейбусной истории, в которой было все. Забастовка с требованием отстранить от должности генерального директора Владимира Прохорова и отменить правила первой двери. Встреча с депутатами городской думы и областными парламентариями. И вот очередное заседание рабочей группы с очередными вопросами, спорами, поисками правды и попытками сдвинуть с места трамвайно-троллейбусный вопрос. Вот у вас в 12 часов также входит и так называемый техосмотр, ежедневный который, медосмотр и время простой ожидания в очереди. Или вот когда вы вышли на линию и после этого начинается ваше рабочее время? Как мне в свое время Виктор Геннадьевич объяснил, мое рабочее время заканчивается с последним пассажиром. Вот я высадил на вокзал последнего пассажира, поехал, дыхал, все. Мое рабочее время закончилось, предыдущий руководство ожидал, что я уже отдыхаю. При этом я еду на мой депо, я мою троллейбус. Когда я работаю одна, без кондуктора, я считаю кассу, я иду в кассу деньги сдавать. Я сама его ставлю, этот троллейбус, у меня уходит практически на двух часов. Это только если все благополучно и хорошо. Водитель заехал, он убирает свою кабину, наводит порядок, затем садится перегонщик, как его называют по-разнородии. И дальше он осуществляет вот эту всю помывку. То, что предыдущий директор депо заставлял линейных водителей мыть, это грубейшее нарушение. Она об этом и говорит. Сейчас такого нет. То есть это мы искореняем. Вставлять троллейбус свой и сам мой. Никакой перегонщик никогда это не делает. Когда защищается тариф, туда должно быть заложено все. И зарплата перегонщика, и зарплата кондуктора. Если кондукторов, перегонщиков или водителей не хватает, и их работу выполняет кто-то иной, эти деньги должны уходить туда. Иначе разница становится непонятна где. Я не могу снять этот вопрос. Прошла неделя. Вы тогда не ответили, почему это не заложено было. Почему не заложено? Это все заложено в премировании. То есть они получают за перегонку, за дополнительные часы. Кто они? Водителей. Перегонщиков не хватает не во всех. Вот у них, если они дополнительный час или 40 минут ждут, пока помоют, они не могут идти домой. То есть у них это рабочее время. Им она оплачивается? Нет. А вы готовы, чтобы наши граждане 78 рублей платили? Я вам еще раз говорю. Вы их туда не закладываете, перегонщиков? Нет. А у вас они в штатном расписании есть? Конечно. Перегонщики. То есть, извините, одинаковая ситуация в Кировском и в другом депо. Вы говорите, там перегонщики есть. А здесь перегонщиков нет. Но там это заложено, здесь не заложено. А проезд-то одинаковый. В какой-то момент складывается впечатление, что заседание как минимум идет по кругу, а как максимум заходит в очередной тупик. Да, водители работают по 12 часов и более, но как решить проблему никто не знает. Да, нужно повысить зарплату, но когда это произойдет, неизвестно. И задвоенные маршруты по-прежнему продолжают портить жизнь саратовским трамваем и троллейбусом. Теперь по зарплате, вот мне скажите, а есть с аналогами, пожалуйста, Волгоград, Воронеж, Пенза. Вот есть лежащие? Самара, Волгоград, Ульяновск. Средние зарплаты в этих городах от 30 тысяч до 42. Если вот исходить из сегодняшней ситуации, да, у городского бюджета и у администрации города один источник для повышения зарплаты, да, это повышение проезда. Ну так вы, людям, скажите, что источник идет, повышение тарифа, в бюджете денег нету на вот такого сейчас вот. Если берем сейчас бюджет, да, я сам руководитель предприятия 40 лет, работаю на предприятиях, и я всегда вижу источник. Для того, чтобы повышать зарплату, надо видеть источник. Одно из главных требований независимого профсоюза предприятия – отставка гендиректора Прохорова. В этот раз у него проявилась своеобразная группа поддержки. Оказалось, что единого мнения, кто же виноват в бедах простых работников с ГЭД, не существует. Когда вернулся Виньков, мы немножко стали подниматься, что не говори, мы стали выезжать, мы не стали сидеть. А я не сидела, ты не сидела, а люди, многие сидели в депо. Кто сидел? Пусть кондукоров сидели. Ну, в хозяевах нас оставили. Сейчас вернули, опять нам к руководству пришло Дорстрой. Ему ПП, Саратов, Горэлектранс, уже не выдержат. Вы ведете нас к кризису. Итог заседания неутешительный. Стороны договориться не смогли. Предложено собраться в пятый раз, но вот когда – неизвестно. Я считаю, что результат есть. То есть и губернатор сразу озвучил, что есть проблема, берем под контроль. Но любой контроль, вы же сами знаете, что деньги. Поэтому следующее сделаем прямо в депо. Вот просто в депо. Вместе с ними пройдем, посмотрим ситуацию и спокойно поговорим. Я думаю, что по зарплате мы решим этот вопрос. Сейчас за летний период пандемия кончится. Сейчас и областные депутаты разберутся у себя немножко с бюджетом. Потому что это ударило и по областному, по городскому бюджету. И я думаю, что где-то не раньше августа. Сейчас там бардак. И вот этот человек, который совершенно… Мне это показалось, я не специалист, но совершенно некомпетентно новый руководитель отвечал на вопросы, скрывал. Когда каждый раз он оборачивался к девушкам, подскажите, подскажите, что… Ну ты руководитель, ты пришел на это совещание. Мы эти вопросы задавали и прошлый раз. И опять нулевой ответ. Опять этот тот же круг. Опять все ждут, когда постепенно людей выдавят. Мало того, устроили специально конфликт внутри коллектива, внутри коллектива, чтобы разорвать… Ну это традиционный подход, разорвать рабочее движение. Устроить конфликт внутри коллектива, доказать, что этих выдавили. Вот есть другая точка зрения. А что же участники прерванной пока забастовки, спросите вы? Несколько растерянные ходом событий, они все еще настроены бороться за свои права. Мы опять никакой конкретики не увидели, что, получается, не хотят нам прибавлять ни заработной платы, не убирать дублирующие маркуты. Мы так считаем, что все здесь куплено. Мы будем продолжать бороться. Мы за справедливость.